Грядет страшная катастрофа. Люди тупеют. Через пару сотен лет останутся одни идиоты. Все дело в естественном отборе, в котором все чаще побеждают люди с более низким IQ. Именно таким пугающим многие видят будущее человечества. Но грозит ли нам интеллектуальная катастрофа? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Александр Панчин, и я эволюционный биолог. И сегодня я буду пояснять за эволюцию нашего вида. Тот график, который вы видели, взят из комедии «Идиократия». Ее снял Майк Джадж, автор Бивиса и Батхеда. Идея в фильме такова. Люди, которые умны и образованы, неохотно и поздно заводят детей, поэтому оставляют меньше потомства. А не очень умные люди, которые о существовании контрацепции даже не подозревают и не планируют заботиться о потомстве, бездумно плодятся. И так получают эволюционные преимущества. Мало того, научно-технический прогресс еще и помогает этим людям выживать. Например, глупый человек прыгнул через забор и повредил причинное место, а ученые и врачи собрались и поишрили все обратно. Ну и все, можно снова плодить детей, которые тоже будут прыгать через забор. О каком-то смысле умные люди, изобретатели, инженеры, врачи сами роют себе могилу. В этом видео мы пройдемся по фактам и поймем, куда в интеллектуальном плане катится род человеческий. Правда ли, что у глупых людей возникло эволюционные преимущества и как скоро они нас всех победят. Но сначала отмечу, что лично мне и моей команде огромные эволюционные преимущества дают люди, подписавшиеся на Boosty, Patreon и спонсорство в YouTube. Большое вам всем спасибо. Именно благодаря вам мы можем каждую неделю выпускать новые видео в надежде, что человечество все-таки поумнеет. А если вы еще не подписаны на спонсорство моего канала, но вам нравится то, что я делаю, и вы хотите повысить наше конкурентное преимущество, переходите по ссылке и оформите небольшое регулярное пожертвование. Прежде чем сказать глупее для человечества, мы должны научиться эту глупость как-то измерять. Итак, как это сделать? По среднему размеру головы? В ходе эволюции мы действительно нарастили объем мозга и так стали умнее наших предков. Правда, потом случился неловкий момент. Выяснилось, что у неандертальцев мозг был не меньше, а может быть и побольше нашего. В каком-то смысле сценарий идиократии реализовался уже тогда, ведь мы большемозговых неандертальцев эволюционно победили. Увы. Но, как вы сейчас узнаете, хотя размер мозга имеет значение, даже с маленьким можно ого-го чего добиться. В 2007 году в журнале Lancet вышла статья под кратким названием «Мозг белого воротничка». В ней описали случай пациента с гидроцефалией. Это когда в мозге обнаруживается избыток жидкости. В детстве пациент получил нужную операцию и вырос обычным человеком. Закончил школу, женился, завел двоих детей. Но в 44 года он обратился к врачам с легкой слабостью в левой ноге. Во время обследования те обнаружили, что внутри его мозга практически нет мозга. Почти весь его объем заняла жидкость. Тем не менее, этот человек вполне успешно исполнял свои обязанности. Он активно работал чиновником, хоть и показывал коэффициент интеллекта IQ ниже средней, около 75 баллов. Ну, видимо, этого достаточно. Известны также случаи, когда человеку удаляли целое полушарие. И он, в общем, сохранял нормальные функции. Со стороны было сложно сказать, что половина головы у него пустая. И все же в 2019 году вышел большой метаанализ, который подтвердил, что все-таки размер имеет значение. Маловато. А че-то я и сам какой-то маловатый. Маловато! Высокий IQ сопутствует увеличенному мозгу. Разница там небольшая, но заметная. Но что же тут причина, а что следствие? Может наоборот. Мозг растет от умных занятий. Была же знаменитая работа, когда оказалось, что у лондонских таксистов увеличена часть гиппокампа. Которая хранит пространственную память. Там еще была замечательная группа для сравнения. Водители автобусов. Они тоже все время за рулем, но ездят по постоянным маршрутам. И подробную карту города запоминать не обязаны. Но в метаанализе все было несколько иначе. Ученые не просто меряли людям IQ. Они нашли генетические варианты, которые предсказывают высокий IQ. И оказалось, что эти же генетические особенности связаны с увеличенным размером мозга. Произвели проверку и в обратную сторону. Показали, что те генетические маркеры, которые говорят о большем размере мозга, связаны с успехами в образовании. Ученые провели ряд анализов и пришли к выводу, что и размер мозга, и общий интеллект в ходе эволюции росли вместе. Потому что интеллект был почему-то эволюционно выгоден. Да уж, интересно почему. Но все же, зависимость интеллекта от размера мозга внутри нашего вида небольшая. Поэтому судить о человеке по размерам его головы, пожалуй, не стоит. Окей, размер мозга не подошел. Но как всегда измерить ум? Я уже пару раз упоминал IQ-тест. Считается, что с их помощью можно оценить интеллектуальные способности человека. Хотя, можно встретить и много критики в их адрес. Что же такое IQ? В чем минусы и плюсы подобного измерения? Начнем с минусов. Умение проходить IQ-тесты можно специально натренировать. Во второй раз люди проходят тест несколько лучше, чем в первый. Также на результат влияет культурный контекст. Человек из другой культуры, нежели составитель теста, может решить некоторые задачи хуже. Просто потому, что в его культуре отсутствуют объекты и понятия, которые очевидны для составителя. А еще люди могут быть умными по-разному. Непонятно, сколько корректно описывать весь интеллект одним единственным числом. Короче, есть такое мнение. IQ-тест измеряет то, насколько хорошо ты проходишь IQ-тест. Тут надо сразу оговориться. Чаще всего мы судим об IQ-тестах, пройдя в интернете их простенький развлекательный вариант на 30 вопросов. Но настоящий тест на IQ большие, с множеством вопросов и секций, и хорошо валидированные. Вокруг них построена целая наука. В них есть разные модули, одни оценивают вербальный интеллект, другие умение решать задачи на логику, третий на пространственное мышление и так далее. В видео про научность психологии мы обсуждали такую штуку, как валидность тестов. Насколько тест измеряет то, что должен измерять. Если тест на интеллект хороший, то по его результатам мы должны предсказывать какие-то еще независимые характеристики человека, которые мы ассоциируем с умом, смекалкой и интеллектом в повседневности. И такие закономерности есть. Например, у людей с высоким IQ в среднем выше уровень образования и более успешная карьера. Причем оценку делали не задним числом, то есть не образование повысило IQ, а наоборот сначала в детстве измерили IQ, а потом оценили академические и прочие успехи в жизни. Люди с высоким IQ имеют в среднем выше уровень финансового достатка. Они в среднем реже прибегают к силовым методам решения проблем, то есть меньше дерутся. У них в среднем лучше развита память. Кроме того, мы знаем, что в пожилом возрасте происходит медленное когнитивное угасание человека. И по тестам мы видим, что IQ при этом тоже становится ниже. Еще, по-видимому, результаты IQ-тестов неплохо соотносятся и с нашими интуитивными и субъективными оценками интеллектуальных способностей знакомых и коллег. Лично я впервые столкнулся с IQ-тестом во время учебы на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. У нас был курс психологии, и там нам провели полноценный тест по всем правилам. Очень занимательно. Тест проводили в рамках исследования. Они сравнивали, как ум человека оценивают люди из его окружения, и насколько эта внешняя оценка совпадает с результатами теста. И вроде бы да, те, кого мы между собой называем умными, пообщавшись с ними, поработав и так далее, действительно в среднем набирают больше баллов. Конечно, различить людей, у которых 110-120 IQ, будет сложно. Но если вы пообщаетесь полчасика с людьми, у которых IQ 90 и 130, вы, скорее всего, поймете, кто есть кто. Какие еще есть аргументы в пользу использования IQ-тестов для оценки нашего всеобщего оглупления? Мы упомянули, что интеллект награганен. Нельзя его померить одним числом. Но исследования показывают, что различные показатели ума, как правило, положительно коррелируют друг с другом. Мы часто говорим, вот этот физик, а это лирик, кто-то силен в одном, кто-то в другом. Но оказывается, что все равно в среднем разные проявления интеллекта положительно связаны друг с другом. Если твой мозг хорошо соображает в одной сфере, то выше вероятность, что и с другими задачами ты справишься лучше среднего. Как вы знаете, я сторонник радикального продления жизни. А пара чашек кофе в день, по данным ряда эпидемиологических исследований, связана со сниженным риском смертности. Но кофе должен быть еще и вкусным. А заказать вкусный кофе можно в интернет-магазине Тейсти Кофе. Тейсти Кофе — это только свежий кофе с обжаркой под заказ каждый день. Зерна обжариваются небольшими партиями под каждый конкретный заказ, только перед отправкой покупателя. В супермаркетах кофе с обжаркой до одного года. О свежести и вкусе такого кофе говорить не приходится. Зерна только свежего урожая из Африки, Америки и Азии. Современная технологичная система сохраняет вкусовые свойства свежего зерна при хранении и транспортировке. Все процессы компании полностью прозрачны. Всегда можно проверить обжарку по QR-коду на пачке, на котором, кроме профиля обжарки и всего пути кофе, будет даже ваше имя. Ведь при заказе эта информация добавляется в базу, то есть этот кофе с озарел был собран и обжарен именно для вас. А еще на сайте большой выбор дрип-пакетов. Их можно заваривать просто заливая кипятком. А по вкусу получается как в кофейне. Не важно, пьете вы кофе по две чашки в день, чтобы максимально продлить жизнь и быть очень бодрым. Или вы, как и я, эстет в кофейных вопросах. И для вас это своего рода десерт на особый случай. В любом варианте лучшим для вас будет именно свежий кофе, не уступающий по вкусу напиткам из кофейни. Так что смело делайте заказ с моей скидкой по промокоду PUNCHIN в Тейстикофе. Доставка от 600 рублей бесплатная, а удовольствие от хорошего кофе бесценно. И спасибо Тейстикофе за поддержку выхода научно-популярных видео. То есть существует некая условная общая сила ума, несмотря на то, что все мы разные, имеем разный опыт, навыки и проявляем разные таланты. Поэтому появилась такая метрика под названием G-фактор или общий интеллект. Эта характеристика довольно хорошо предсказывает способности человека в самых разных областях применения разума. А если есть общий параметр умности, должно быть реально его измерить IQ-тестом или как-то еще, пусть и с погрешностями. Причем оказалось, что G-фактор вещь наследуемая. Ученые провели близнецовое исследование, и оказалось, что вклад генетики в G-фактор примерно 50%. Похожую роль генетика играет и в успехах в образовании. Кстати, очень интересный факт. С возрастом близнецы сближаются друг с другом по IQ. Видимо, въезд ребенок больше зависит от среды. Он часто не может выбирать, чему учиться и чем заниматься. Одного отдали в спортивную секцию, а другого заставили играть на фортепиано. Один получил травму и пропустил первое полугодие, а второго записали в кружок. Поэтому у них могут заметно различаться успеваемость, умение и так далее. В взрывом возрасте, когда близнецы уже имеют достаточно возможностей самостоятельно себя проявить, выбирать, чем заниматься, чему учиться, с кем общаться, генетические особенности выходят на первый план. И разница заметная. По некоторым данным, наследуемость IQ повышается с примерно 20% в детстве до 80% в позднем возрасте. Даже если человек жил в тяжелых условиях, дома было мало книг, а преподаватели были злые, ну как в фильме «Матильда», например, то с возрастом все равно врожденная любознательность возьмет свое. Скорее всего. И все же, то, что интеллект хотя бы частично зависит от генов, необходимое условие для сценария идиократии. Ведь это значит, что естественный отбор по этому признаку действительно возможен. Если умные будут размножаться меньше, то человечество будет тупеть. Гомеопаты с астрологами, ликуйте. Но это в теории. А что на практике? Действительно ли мы тупеем? Что если я скажу вам, что все с точностью наоборот? У нас есть эмпирические свидетельства в пользу того, что как минимум в краткосрочной перспективе интеллект людей, измеренный тестами, продолжает расти. Да, сейчас мы в среднем умнее, чем наши мудрые предки. Современный рост IQ ученые оценивают примерно в 2-3 пункта по стабальной шкале за десятилетие. Об этом говорит сразу несколько крупных мета-анализов. Чтобы вы понимали, коэффициент интеллекта — это относительная величина. Мы прогоняем через тест огромное количество людей, а потом раскладываем результаты на графике. Значение в 100 баллов выбирают как средний интеллект в исследуемой популяции. Раз в несколько лет ученые заново нормируют тесты. То есть задачи остаются те же, а вот баллы IQ, которые за них дают, немного сдвигаются. Так, чтобы метка в 100 баллов правильно отражала текущий средний интеллект по больнице. И эта метка все время сдвигается вниз. То есть если мы возьмем самого злорядного человека из современности, скажем, со средним IQ в 100 баллов, и отправим его на 50 лет назад в прошлое, то там он наберет в тесте почетные 120 баллов. Сейчас будет не самое корректное сравнение, но представьте, если бы современного школьника с его обычными знаниями алгебры, геометрии, химии и биологии отправили, ну не знаю, в гости к великому Аристотелю. Да, Аристотель офигеет от его ума, а диаген спрячется в бочку. В идиократии было нечто похожее. Главных героев выбрали для эксперимента по криозаморозке за их обычность, а в мире будущего они оказались главными гениями на планете. Так вот, стремительный рост результатов IQ из поколения в поколение назвали эффектом Флина, в честь ученого, который обнаружил эту тенденцию. Надо оговориться, что эффект Флина воспроизводится не во всех человеческих популяциях, но в очень многих. Причем в разных слоях населения и на очень больших выборках. Например, в некоторых странах десятилетиями поголовно тестировали на интеллект всех призывников. Казалось бы, хорошая новость. Мы умнеем. Сценарий идиократии опровергнут. Эволюция за интеллект. Гомеопаты и астрологи трепещут. Но на самом деле нет. Дело в том, что эффект Флина полностью социальный и культурный. И это несложно доказать. Вообще 60-70 лет — это ничтожное время по меркам эволюции. К примеру, последний общий предок человека и шимпанзе жил около 5 миллионов лет назад. За последние тысячи лет мы практически не изменились как биологический вид. Но были и специальные проверки того, насколько эффект Флина связан с культурой. Взяли несколько поколений семей. Бабушки, дедушки, папы, мамы, дети и внуки всех протестировали на IQ. И оказалось, что эффект Флина внутри семей такой же сильный, как в целом по популяции. Это и значит, что он был вызван внешними культурными эффектами, а не естественным отбором. Ведь генетически члены одной семьи очень близки. Но младшее поколение все равно поумнели, причем за короткое время. Наверное, поэтому подростки считают себя умнее родителей. А если мы говорим, что у дедушки деменция, то это не потому, что он сдал с годами. У него столько IQ всегда и было. Просто эффект Флина постарался. Шучу. К сожалению, старение мозга — это реальная проблема. Про это у меня было отдельное видео на канале. Посмотрите потом. Скорее всего, эффект Флина объясняется тем, что повысилось благосостояние и доступ к образованию. Дети стали реже голодать, страдать от заболеваний, которые нарушают развитие. Наконец, в последнее время информация стала доступней, и любой человек, независимо от своего окружения, может найти в интернете актуальную информацию о современной биологии, физике, химии и математике. Главное — захотеть. А еще можно сказать, что раньше читали скучные книги, а сегодня есть образовательные видео на Ютюбе и ТикТок. Вот и на мой канал. Тоже подписывайтесь. Нажмите на колокольчик прямо сейчас. Серьезно. Прямо сейчас нажмите на колокольчик. На самом деле, сложно сказать, какой именно фактор сделал нас умнее. Но мы знаем, что эффект Флина проявляется прежде всего там, где есть социальный прогресс. В общем, наличие эффекта Флина вовсе не означает, что мы умнеем как вид. Он ничего не говорит об эволюции наших генов. А эти две стрелочки могут сходиться. Мы можем одновременно умнеет за счет культуры и глупеть генетически как вид по сценарию идиократии. При этом эффект Флина будет успешно маскировать генетический эффект отупления и внешне компенсировать его. Ну, пока не будет слишком поздно. Слишком поздно. Как же тогда измерить именно генетическое отупление? Использовать машину времени и отправить младенцев из современности в прошлое, чтобы они там перевоспитывались, а потом замерить их IQ? Увы, машины времени ученые пока не изобрели. Но есть метод, позволяющий косвенно оценить, куда направлена эволюция наших генов. Прямо сейчас. Как ни странно, в идиократии показан очень правильный эволюционный критерий. Нужно просто посмотреть, кто сегодня оставляет больше потомства. Люди с высоким или низким IQ. Только не на отдельных примерах, а на большой статистике. И тут у меня для вас плохая новость. Вполне возможно, что генетически человечество действительно тупеет. Еще в 80-х-90-х годах начали появляться исследования, где изучали зависимость между уровнем IQ и фертильностью. Работы из разных стран, Великобритании, Греции, США, несколько раз показали, что в среднем у людей с более низким IQ больше детей. И наоборот, высокий IQ отрицательно коррелирует с фертильностью. Звучит это очень печально, но был один лучик надежды. Представьте, что есть два генетически идентичных брата-близнеца. У обоих есть удачные генетические варианты, связанные с одаренностью, высоким IQ, любознательностью, тягой к знаниям. И допустим, что они росли порознь. Один близнец попал в идеальную среду. Пошел в Гарвард, у него в тестах на IQ все очень хорошо. Но он был слишком занят карьерой, беспокоился о мировых проблемах и предохранялся. Поэтому детей у него мало. Совсем как в идиократии. А его брат в юности попробовал наркотики, связался с плохими людьми, сел в тюрьму, где его научили жизни. Потом он вышел, в итоге у него 10 детей от 5 женщин, которых он нахмыл, предварительно напоив. Он не получил образования, трудился на нескороплачиваемой работе, получил несколько травм головы на зоне, и по тестам у него низкий IQ. Тут фактор среды сильно перевесил врожденные способности. Но гены-то у этого брата такие же, и свои умные гены он передаст своему многочисленному потомству. То есть в рассуждениях из идиократии как бы есть логическая ошибка. Когда исследования говорят, люди с низким баллом IQ рожают больше детей, это не обязательно значит, что размножились только носители условных генов глупости. Мы не знаем. Может им со средой не повезло, но их гены в этих работах никто не смотрит. К сожалению, этот лучик надежды переломило исследование 2017 года в Исландии. Там на гены как раз посмотрели и ужаснулись. Взяли 130 тысяч исландцев и стали искать у них конкретные генетические варианты, которые предсказывают высокие достижения в образовании. В выборку попали люди, рожденные в период с 1910 по 1990 год. И оказалось, что генетические варианты, ассоциированные с успехами в образовании, действительно выпиливались из популяции. Их носители имели меньше детей. То есть ученые увидели хоть и медленное, но статистически достоверное генетическое отупление. И вот это уже сложно оспорить, как минимум в случае исландцев. Но ими дело не ограничилось. Похоже, исследование сделали в США, в штате Висконсин, и подтвердили этот эффект. Причем с интересной деталью. Оказалось, что у умных детей меньше, просто потому, что они позже начинают размножаться. Поэтому и не успевают произвести большое потомство. Сревоженные ученые даже озаботились вопросом, не связано ли это с тем, что сперма у умных мужчин какая-то не очень качественная. Было и такое исследование. Но нет, сперма у умных мужчин неплохая, качественная. Просто они тратят много времени на образование и карьеру. Но можно ли данные из Исландии и США перенести на все человечество? К счастью, нет. Человечество очень разнообразно, и, по-видимому, кое-где люди все-таки не глупеют. Поговорим о Швеции. В 2009 году вышло исследование, в котором ученые взяли реестр шведских призывников, которых много десятилетий подряд тестировали на IQ. И там все вышло наоборот. Чем больше было IQ, тем больше последствий было детей у призывника. Чем это вызвано? Возможно, отличиями Швеции в области социальной политики. Возможно, именно у призывников все иначе устроено. Я не знаю. Но я к тому, что нет единого человечества. Страны достаточно сильно отличаются друг от друга. И вот это дает надежду. Допустим, что сейчас в какой-то отдельной стране или странах человечество действительно генетически глупеет. Любителей думать своей головой отправляют по миру на философских пароходах, устраивают на них гонения, предлагают женщинам рожать вместо образования. Но через социальные реформы, с учетом успешного опыта соседей, этот тренд можно будет обратно откатить. У меня для этого есть любимая иллюстрация. Наглядный симулятор эволюции машинок. Программа называется Boxcar 2D. В ней у каждой машинки случайным образом генерируются и соединяются колеса и корпус. Чем дальше машинка проедет, тем больше у нее шансов оставить потомство. Со временем машинки эволюционируют и едут все дальше, дальше, лучше и лучше. Без всякого там творца. Но вот в чем прикол. Для этих машинок можно рисовать разные трассы. Одна трасса полоская, другая холмистая. На третьей едем вниз по склону, где нужно не разбиться о препятствия. Четвертая каждый раз разная, на ней нужно быть готовым ко всему. И вот что оказывается. Вроде бы механизм эволюции один и тот же, да и старт у машинок одинаковый. Но на разных трассах через тысячи поколений получаются совершенно разные конструкции. Одна машинка вся бросла колесами для спуска кувырками, равнинная машинка стала скоростным мотоциклом, а третья отрастила себе колесо, чтобы переваливать через ухабы. Поэтому куда идет эволюция зависит от условий среды. И этой средой для человека выступает в том числе наша культура и общество. А это то, что мы можем изменить. В заключение я хочу привести один очень оптимистичный факт, который многих из вас может порадовать. Сапиосексуальность, то есть сексуальное влечение к уму, научная реальность. Исследования показывают, что люди чаще вступают в отношения с партнерами, близкими к ним по интеллекту. Похожим людям суждено быть вместе. А я нашел кое-кого, кто похож на тебя. Правда? Вот она. Соответственно, люди с высоким G-фактором чаще предпочитают таких же людей. А значит, скорее всего, тоже имеющих такую же генетическую предрасположенность. И что важно, это обстоятельство влияет на выбор сильнее, чем многие другие качества человека. Есть в генетике такой параметр associative mating. Его можно описать как степень привлекательности похожего. Предпочитают ли блондинки блондинов, а истеричные люди истеричных. По большинству признаков этот параметр положительный. То есть, похожие притягиваются. Эта концепция, кстати, камень в огород соционики, где продвигают народную мудрость, что притягиваются, дескать, противоположности. Это было бы отрицательным assortive mating, а генетика говорит нам обратное. Так вот, у интеллекта параметр assortive mating равен 40%, и это очень много. Этот фактор в два раза сильнее, чем рост и вес, и даже сильнее, чем наличие или отсутствие ментальных расстройств. Другими словами, встретить пару худой-толстый или спокойный и истеричный гораздо проще, чем очень контрастную пару не по уму. Если что 100%, это значит, что ты никогда не выберешь другого партнера. Допустим, голубоглазые будут встречаться только с голубоглазыми, и больше ни с кем, и ни при каких обстоятельствах. Не применяют партнеры даже на Ивана Маска, даже на Джонни Деппа, даже на Эмму Уотсон. Поэтому 40% — это действительно огромный результат. А это значит, что у интеллекта есть эволюционный драйвер, который подталкивает умных создавать детей с умными. Возможно, такая сапиосексуальность, такой вот половой отбор сыграл роль в эволюции нашего вида в те времена, когда ум действительно давал огромное конкурентное преимущество. Итак, в идеографии нам предложили ситуацию, где чисто генетическая эволюция почему-то полностью меняет культуру. Но на самом деле всё наоборот. Человеческая культура — это мощная среда для эволюции. Это та трасса, к которой адаптируются наши машинки. И в разных культурах эволюция человека будет направлена в разных направлениях. Поэтому от того, какую культуру и какое общество мы создаём, от того, насколько в ней поощряются ум и любознательность, и будет зависеть эволюционная судьба нашего вида. Вот окажется, зачем нужна вся эта борьба с мракобесием. Ну а если вы хотите поддержать укрепление культуры и рациональности, поддержите нашу команду на Бусти, Патреоне или став спонсором на YouTube. Ради будущего человечества. Ну и в любом случае не забывайте повышать свой коэффициент интеллекта, подписывайтесь на канал, включайте оповещения и читайте научные статьи по ссылкам. До новых встреч! И не забывайте размножаться с использованием контрацепции. А теперь я хочу лично поблагодарить всех хороших людей, которые поддерживают выход видео на этом канале. Сейчас перед вами список. Для производства наших видео требуется огромное усилие большой команды, в которую кроме меня входят редакторы, монтажёры, режиссёры, операторы, дизайнеры и много кто ещё. И всем этим людям нужно платить зарплату. Спасибо вам, что помогаете нам с этим. Без вашей поддержки эти видео не могли бы выходить. Продолжение следует...